Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по валютным парам, которые могут представлять интерес с точки зрения перспективности. Сегодня 14 февраля 2020 года, пятница, рабочая неделя заканчивается и сегодняшние прогнозы, скорее всего, имеют значение уже на следующую неделю. Рассматриваем мы пару евро-доллар, который продолжает снижаться, но, скорее всего, нисходящий тренд тут подходит к своему завершению. Пара с канадским долларом интересна, потому что подтверждает наш предыдущий прогноз на снижение и движение, похоже, продолжает развиваться. И также хочу обратить внимание на золото, по которому мы в скором времени получим определяющее направление на следующую неделю. Итак, поехали. Евро продолжает снижаться и ожидаемый разворот котировок в соответствии с прошлым прогнозом не случился, однако потенциал снижения, на мой взгляд, все-таки ограничен. Цена опустилась ниже разворотного уровня 1.0865. К настоящему моменту тестирует уровень поддержки на 1.0830. В целом снижение еще может продолжиться, но нисходящее движение, вероятно, подходит к своему завершению, поскольку цена подходит достаточно серьезным уровням за последние несколько лет, от которых она неоднократно разворачивалась. Поэтому сейчас рекомендую быть крайне осторожными, так как тренд может закончиться в любой момент. Пока же основное снижение может состояться после небольшой коррекции с ретестом зеркального уровня на 1.0865, отбой от которого отправит пару к новому локальному минимуму в районе 1.0786. В свою очередь проход цены выше разворотного уровня, который сейчас расположен на отметке 1.0888, даст сигнал к смене тенденции. А вот канадский доллар продвигается в рамках обозначенного ранее прогноза на снижение. Напомню, что цена встретила сопротивление на уровне 1.3320 и после двух попыток так и не смог его преодолеть, развернувшись вниз. На данный момент цена уже прошла ниже образованного до этого диапазона, границей которого выступал уровень 1.3264 и начал тестировать его с обратной стороны, подтверждая его в качестве нового сопротивления для себя, который теперь контролируют продавцы. Это позволяет говорить о том, что тенденция на снижение с высокой долей вероятности продолжится. Не исключена вероятность ретеста уровня сопротивления 1.3264. При окончательном отбое от него пара направится к новым локальным минимумам с целями в районе отметок 1.3214 с проходом до 1.3191. В свою очередь сигнальный разворотный уровень находится на отметке 1.3288, закрепление выше которого отменяет данный сценарий. Ну и наконец важный момент наступил по золоту, который даст нам сигнал на дальнейшие перспективы своего движения, поскольку металл находится у водораздела 15.76, проход выше которого поставит под сомнение вероятность снижения и поможет покупателям развить восходящий тренд. В свою очередь закрепление же ниже этого уровня даст преимущество продавцам, которые смогут отправить цену вплоть до ближайших уровней 15.56 с проходом до 15.36, что станет окончательным подтверждением нисходящего тренда на ближайшую перспективу. Поэтому в данном инструменте рекомендую быть крайне осторожными и внимательными. На сегодня у меня все, с вами был Арман Басимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании TICMIL. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели, всем пока.